я хочу начать выступление с вопроса как вы думаете какой орган физиологически у человека является самым главным но это простой вопрос поближе микрофон вот так позвоночник сердце есть такие варианты но мы с вами находимся вроде как на конференции битрикс это вроде бы не не спортивная конференция вот и даже не слет порно актеров мне кажется что таким органом является у людей мозг вот я по кроме для себя считаю именно так вот человеческий мозг есть самый главный орган который управляет всей другой оба который он помещен и он в течение времени жизни человека управляет всеми его действиями вот предыдущий докладчик рассказывал про судьбу так вот судьба это собственно создается непосредственно в черепной коробке это мое личное мнение я руководствуюсь им сам и стараюсь чтобы люди с которыми я имею дело по жизни тоже руководствуюсь именно этим вот сегодняшний доклад я назвал как управление смыслом что имеется ввиду под смыслом дело в том что человеческий мозг в отличие от мозга животного который в принципе достаточно тоже велик и функционально очень полезен но человеческий мозг в отличие от мозга животного имеет критическое мышление критическое мышление это способность анализировать все что с тобой происходит свои мысли свои поступки все что с вами происходит к сожалению самые умные животные не делать не могут у них есть очень продвинутой рефлекции надо даже кажется что они тоже анализируют свои поступки но это не так вот А человек это делает, это навык очень полезный, в частности, он очень полезен для бизнеса. А еще более он полезен для тех людей, которые называют себя руководителями. Я считаю, что для других специалистов это тоже крайне важно. И более того, востребованный, высоко конкурентный навык у человека, но для руководителя он просто необходим. Сегодня я не буду говорить, как другие лекторы, то есть поучать. У меня, во-первых, плохо получается поучать кого-то, я не профессиональный спикер, не тренер и так далее. Я вообще считаю, что на самом деле жанр передачи информации от человека к человеку очень сложный. Но что самое главное, я считаю, что в таком дидактическом методе, как, собственно говоря, лучшие кейсы, как рецепты лучшей жизни, как поиск золотой жилы, в этом жанре на самом деле очень мало смысла. Гораздо больше, я считаю, будет пользы для вас, если я расскажу свой опыт критического мышления по отношению к бизнес-задачам. И возможно в этих рассказах, вернее даже не в рассказах, а способе размышления вы что-то для себя найдете. Поступим так, я буду рассказывать некоторые по очереди смыслы, то есть что такое смыслы, это некоторые бизнес-стратегии, а что такое бизнес-стратегии компании, на самом деле это представление о том, как правильно и как неправильно ее руководителя. В действительности больше ничего в бизнес-стратегии нет. И постараюсь показать, как именно я отношусь к этой бизнес-стратегии. У меня нет определенной точки зрения по каждой из них, а есть только критическое мышление по поводу того, что в ней хорошо и что в ней плохо. Итак, смысл номер один. Он называется следовать актуальным трендам. В принципе люди, вот все вы и вообще большинство людей собираются вместе и обсуждают что-то для того, чтобы подчеркнуть, что же сейчас витает такого в воздухе, а применительно к бизнесу, что же такого интересного происходит в мире, на чем я смог бы заработать. Именно для этого большинство людей ходит на конференции. Да, действительно, большинство спикеров так и говорит. Во-первых, надо сказать о особенности нашего рынка, еще что это такой рынок хвостунов немножко. Считается очень классно закидать зал нулями или рассказать, как за три года сделать что-то и так далее. Так или иначе, в этих разговорах рождаются тренды. Большинство трендов, которыми живет наш рынок, естественно, приходит из-за рубежа, потому что мы исторически в таком находимся немножечко униженном состоянии, что мы всегда кого-то догоняем. Так или иначе, в общем, речь всегда идет о каких-то трендах, и вот в разное время к ним относятся всякие слова. Сам диджитал маркетинг, которым нам приходится заниматься, это сам термин, пришел из-за границы. Такие вещи, как мобильный маркетинг, какие-то технологические фишки, которые нужно обязательно внедрять, это все тренды. И, в принципе, выбрав такую стратегию, вы никогда не окажетесь в проигрыше. То есть, на самом деле, многие компании так всегда живут. Это хороший способ. Вы можете, освоив некоторое количество терминов, очень быстро показаться своим в определенной аудитории. Если у вас есть клиенты, которые также владеют этим лексиконом, вы найдете друг с другом общий язык, и, возможно, из этого получится бизнес. Кроме того, соответственно, вам не нужно внутри компании создавать никакую собственную экспертизу. Вы можете просто потихонечку двигаться вместе со всем рынком с теми трендами, которые нынче сейчас вроде как продаются, и на этом иметь свою надбавленную стоимость. Но теперь посмотрим немножечко критически на вот такую стратегию и посмотрим, какие опасности могут быть, если вы следуете и беспрекословно. Во-первых, вы можете выбрать неправильный тренд. Вот вы что-то услышали, и вам показалось, что это верно, а он оказался очень короткий, и уже через месяц надо выбирать что-то новое. Во-вторых, если вы выбрали, наоборот, что-то хорошее, и это действительно среднесрочный перспективно очень интересный тренд, вы можете слишком плотно с ним начать ассоциироваться, и вы будете иметь репутацию. Вот эта компания, например, делает очень хорошую адаптивную верстку, и все. В общем, вы являетесь заложником тренда, а не эксплуатировать его. Ну и наконец, есть еще одна опасность. Она связана с тем, что бесконечный поиск трендов и отсутствие в компании собственной инициативы в конечном итоге приводит к ее деградации. Люди, которые очень хорошо ориентируются по ветру, являются хорошим ценным кадром, и такие люди могут быть перекупаемы легко и всегда. В общем, есть противоположный тренд, противоположная стратегия, я называю ее смысл тоже. Смысл идти против трендов и зарабатывать на особом пути. Это интересный, хороший вызов. В какой-то момент любая компания, в особенности молодая, она хочет очень сильно о себе что-то заявлять. Чем более неожиданная, чем более провокационная, чем более, так скажем, идущая поперек шерсти высказывание будет исходить от компании, тем больше шанс, что на нее обратят внимание. И эту стратегию на нашем, так сказать, рынке креативных людей выбирают очень многие компании. Многим из них удается достаточно быстро добиться определенной славы. И дальше вот такой бунтарский дух, который тоже является некоторым клише, который на конференции очень часто превозносит, и является таким ДНК компанией. Казалось бы, все просто. Вы имеете свою уникальность, вы имеете свой уникальный продукт, свой уникальный метод, свой подход. И вы можете дальше коммуницировать его везде, где об этом спрашивают. Но посмотрим внимательно, что происходит дальше. Попадая, тут, значит, вот та же самая ловушка, что вы делаете с заложником какой-то идеи, она вами выбрана уже в самом начале. Вы после этого должны все время, бесконечно доказывать свою уникальность, свою неповторимость. Вы должны постоянно быть на острие. И малейший промах в этом отношении будет стоить вам фактически всего заработанного успеха. Кроме того, соответственно, вы значительно сужаете свою клиентскую базу. То есть есть спрос на уникальность, он действительно интересен и хорош тем, что он может быть высоко маржинален. Об этом чуть дальше я скажу. Но при этом он гораздо уже, чем спрос на что-то простое, на то, что людям более понятно. Ну давайте дальше. Есть смысл уже, собственно говоря, в управленческих каких-то стратегиях. Ну, например, возьмем распространенное мнение. Смысл, если уж вы занимаетесь бизнесом, то бесконечно его расширять, наращивать объемы. Казалось бы, это азбучная истина. Ведь бизнес что такое? Это прирост капитала. Это, так сказать, бесконечный рост. Это слияние и поглощение. Ну, эти тезисы не принято обсуждать в деловой среде, потому что это фактически как в религиозном сообществе, собственно, сомневаться в каких-то истинах, что Земля создана за 7 дней. Но на самом деле, давайте разберемся внимательно. Действительно, очень простые следствия из этого, что у вас становится больше денег, значит, вы как предприниматель получаете от этого больше удовольствия, вы делаете успешнее. Это как бы решает все вопросы для вас. Про успешность я поговорю чуть позже, но так или иначе стратегия успеха является сейчас основной. У вас становится больше клиентов, каждый из них становится менее ценен для вас, бизнес становится устойчивее. У вас становится больше сотрудников. Сотрудники начинают конкурировать между собой. Казалось бы, качество продукта растет. Вот эта стратегия бесконечного роста и развития, она, конечно, сейчас является основной. Но если посмотреть на нее внимательно, вы можете заметить даже в ней, вот этим критическим взглядом, вы можете заметить в ней очень много, так скажем, ям и опасностей, ловушек, о которых люди в момент эйфории, бизнес запала, просто не думают. Ну, во-первых, что такое управлять огромной компанией? Вот представьте себе лица вот этих людей, которых вы иногда показывают по телевизору, так сказать, которые возглавляют наши топовые бизнесы. Вот у них на лицах усталость, у них на лицах даже иногда какое-то отчаяние. Хотите ли вы быть человеком с таким лицом? Ну, не думаю, что это так. Дальше, значит, бизнес в какой-то момент при его развитии, он становится уже не ведомым вами, а вы как бы делаетесь его внутренней единицей. Ведь такие, чем больше у вас направлений, тем больше людей у вас отвечают за эти направления, тем больше у вас денег, тем большее количество людей в совете директоров контролируют эти деньги и так далее. То есть, в принципе, в какой-то мере устойчивость бизнеса, она прямо обратно пропорциональна его размеру. Как часто рушатся большие компании и как часто мы видим, что маленький, малый и средний бизнес живет десятилетиями. Вот. Ну, давайте посмотрим в другую противоположный смысл. Например, вы видите в бизнесе смысл заработать. Вот тут звучали некоторые, так сказать, методики подсчета рентабельности. Ну, например, на единицу, потраченную на зарплату. Ну, к примеру, пускай будет… Вот сейчас вы зарабатываете на единицы, на части сотрудника, там, 3 еще аналогичных величины, потом вы хотите зарабатывать 10, 15, 20. Какая рентабельность вы считаете вот вообще для нашего бизнеса нормальной? Сколько? 25. Ну, хорошая цифра, да. То есть, на самом деле, она… рентабельность на нашем бизнесе, на нашем рынке, на мой взгляд, она колеблется от 10 до 30%. Но есть бизнесы, у которых маржинали 70%, 200% и так далее. Почему бы нет? Эта стратегия уникальности, на самом деле, она ведет куда-то туда. То есть, чем более уникальный у вас продукт… То есть, какая вот, например, маржинальность у художника, у Никаса Сафронова, как вы думаете? Какая вот? Я думаю, где-то 3000% примерно от себестоимости краски. Вот. Но это не важно. На самом деле, эта стратегия интересна тем, что вы действительно можете много заработать на достаточно простых, но как-то специально препарированных услугах. Вы можете быть королем иконки. Ну, это я так фантазирую. Или королем ретины. Бог его знает. Кем вы можете быть? Но на самом деле, стратегия максимальной маржинальности хороша тем, что вы контролируете в ручном режиме спрос на свои услуги. И можете достаточно хорошо с точки зрения, так скажем, рентабельности бизнеса управлять этим процессом. Но высоко маржинальные проекты обычно единичны. То есть, вы должны в данном случае понять, что вы в своей, так скажем, уникальной специализированной нише всегда будете занимать только одно, такую заранее вам определенную позицию. И больше, собственно говоря, ничего на этом поприще вы не получите. Теперь поговорим немножко о клиентах. Значит, есть какие-то стратегии, заложенные в самом начале в компании, кто же является их клиентом. Возьмем, к примеру, что есть представление о том, что крупный, чем крупнее бизнес вашего заказчика, тем лучше обстоят дела у вас. А в этом плане, конечно же, ни одна российская компания, она не сравнится по объему, ну, то есть, по, так сказать, уровню задачи, по количеству их задач, какими-то транснациональными корпорациями. Да, это действительно так. При работе с этими компаниями вы получаете несколько позитивных фактов вашего бизнеса. Во-первых, вы можете быть уверены, что все обязательства ваши, то есть, клиенты перед вами будут выполнены. То есть, если вы сделаете работу, вам заплатят. Во-вторых, получив такой ярлычок, что вы работали с этим клиентом, вы действительно там сможете перевести переговоры с другими, имея уже хороший послужной список. Это позитивные факты. Но критически посмотрев на бизнес с крупными компаниями, вы можете разглядеть в них очень много подводных камней. Во-первых, бесконечное обоснование собственной цены. На этом уровне, то есть, поскольку вы для них, то есть, вот, так сказать, соответствие вашего размера и размера вашего клиента, фактически отличаются в порядке, вы для них являетесь комодити. То есть, то, что они заказывают клининговые там услуги, то, что они заказывают курьерские услуги или закажут ваши там IT, так скажем, продукты, это все примерно одно и то же. Поэтому обоснование цены является регулярной процедурой, а если вы при этом еще и поставщик какого-то уникального товара, то вот это вот обоснование уникальности является постоянной, так скажем, больной процедурой. Кроме того, условия сотрудничества, чем меньше зависимость успеха от вашего продукта, тем, соответственно, больше могут они себе позволить, так сказать, диктовать свои финансовые условия. И в конечном итоге, вот здесь говорилось уже про важность финансового планирования, вы можете находиться в огромной кассовом разрыве, обслуживая вот такого рода клиентов. Другой возьмем, так сказать, полис, который сейчас стоит на слуху, а это работа с государственным заказчиком. Вот здесь есть тоже, мы знаем, что есть много компаний, которые выбирают такой путь. В России, что тут говорить, действительно, есть госкапитализм, количество, то есть государство в целом является крупным заказчиком, иногда заказчиком интересных проектов, иногда не очень интересных. специфика работы с ними совсем не слышно, да? Ладно, я просто вот эту вот гулу, ну давайте так. Специфика работы с государственным заказчиком, на мой взгляд, очень проста. Это всегда работа как бы на двух слоях. Это не то, о чем вот были дебаты Навального с Лебедевым, да, то есть там дело не в том, что есть какие-то экономические преступления или еще что-то, есть всегда формальный уровень исполнения контракта, есть неформальные ожидания. И это является той самой ловушкой, в которую попадают компании, обслуживающие государственного заказчика. То есть если они хорошо выполняют формальные требования, то скорее всего у них с неформальными что-то не очень хорошо. То есть это будут какие-то компании-невидимки, которые не могут на рынке защитить свой труд и так далее. И наоборот, если компании, вот типа как студия Лебедева, имеет высокое качество продукта и при этом обслуживает государственного заказчика, то обязательно найдется какой-нибудь, ну поскольку это делается публичным действием, да, обязательно найдется какая-нибудь зацепка, которая сделает фактически для следующего государственного заказчика его невыгодным подрядчиком, потому что это будет привлекать слишком много внимания. Да, поэтому выбор работы с государственным заказчиком, он несет на себе еще вот необходимость точно определиться, а что же, собственно говоря, вы хотите на этом поприще добиться. Устойчивого бизнеса, славы, денег и так далее. То есть это все не одно и то же. В общем, если отбросить какие-то нюансы, да, то есть в любой стратегии есть за и против, да, то есть вот важность критического принятия решений, я постарался объяснить, что, ну, невозможно дать рецепт там, в рамках какого-то вот круглого стола, который у нас там есть, в рамках управления компанией, в рамках каких-то советов. Точный ответ, какую стратегию, собственно, выбирать, дать невозможно. По крайней мере, один человек другому не может дать. То есть внутри собственного сознания вам, безусловно, нужно постоянно эту работу проводить. И если отбросить все нюансы, то по большому счету есть всего-навсего один большой вопрос. Это успех любой ценой, либо же самореализация каких-то собственных, собственной уникальности, да. Каждое бизнес-решение так или иначе отвечает на этот вопрос. Когда вы снижаете зарплату своим сотрудникам и берете больше, но дешевых сотрудников, вы выбираете стратегию успеха любой ценой. Если вы берете на работу звезду, то это, собственно говоря, построение собственной уникальности. И так далее, и так далее. При работе с клиентами, при определении цены, при снятии офиса, при покупке софта или выборе названия для своего продукта, вы всегда делаете этот выбор. Вот эта бесконечная, так скажем, работа мозга, бесконечный самоанализ и попытки посмотреть на собственные решения со стороны, есть особенность, собственно говоря, нашего сознания. И возвращаясь к образу, собственно говоря, мозга, который стоит во главе всех управленческих решений, я хочу сказать следующее, что когда люди пытаются кому-то что-то сообщить, вот вспомним школу, там были примеры людей, которые зубрили все наизусть. И были люди, которые просто, значит, что-то запоминали и хорошо отвечали на уроки. В любом случае, вот школьное обучение – это пример дидактической передачи знаний. Мне кажется, эффективность такой передачи знаний очень невысока. Ну, не знаю, процентов 80 примерно того, из чего состоит сознание, получено именно этим образом. А, вернее, 20, да, а мне кажется, 80% того, из чего состоит сознание, это наш собственный эмпирический опыт. Вот я прекрасно помню, например, вот здесь сквер, где впервые поцеловал девочку, вот это вот подворотник, где мне дали по роже первый раз, вот это вот эмпирический опыт. Только он, на самом деле, и определяет сознание человека, который так или иначе принимает потом собственные решения. Поэтому я очень буду рад, если мой доклад будет воспринят вам именно вот как такое происшествие, которое с вами в жизни произошло, а не как набор каких-то вот бессмысленных советов со сцены. Спасибо вам большое.